В преддверии новогодних праздников судебные приставы навестили тамбовчан, не оплативших счета за газ. На сегодняшний день в нашем регионе около двух тысяч должников. О наказаниях для неплательщиков и сумме долга государству расскажет Павел Филатов. Согласно обычаю, в Новый год лучше входить без долгов. И речь не только о занятых у соседей деньгах или обещании себе что-то сделать по дому, но и о коммунальных услугах. Ведь если вовремя не рассчитаться, на пороге Нового года можно встретиться не только с Дедом Морозом, но и с судебными приставами. Обычно застать по месту жительства должников довольно сложно. Нередки случаи, когда неплательщики не живут по прописке, сдают квартиру и не платят по счетам. Разбираться с приставами в такой ситуации приходится уже квартирантам. Задолженность у него за газ, теплоэлектронергию. Да все было оплачено. Выезжая на адрес должника, мы составляем акт описи ареста, имущество должника. Ему дается 10 дней для написания ходатайства о самореализации. После истечения этого срока имущество передается на реализацию. Все вырученные денежные средства идут в счет погашения задолженности. Если дверь и вовсе не открыли, в почтовом ящике неплательщика оставляют повестку. В ней должника просят самому явиться на прием к судебному приставу. Но, как показывает практика, первыми инициативу почти никто не проявляет. На исполнении за 11 месяцев у нас находилось более 8 тысяч исполнительных производств. Около 7 тысяч исполнительных производств окончены. И денежные средства переведены в счет взыскателя. Это более 107 миллионов рублей. Хоть и большая часть неплательщиков рассталась с долгами, сумма задолженности все еще остается огромной. На сегодняшний день эта цифра стремится к отметке 800 миллионов рублей. Павел Филатов, Валентин Толстых, Ольга Кириллова. Область новостей.